Все ровно точно так же, как и вчера, с вами Кристалл Мэй, вместе с Light of Heaven и Смайлом. Здорово, парни! И вчера был, на самом деле, достаточно грустный день, будем честны, потому что Team Spirit очень серьезно просели. Видимо, поморали и просто не смогли бороться на протяжении вчерашних двух Best of 3. Сегодня, слава богу, у нас совершенно другие коллективы, и у Team Spirit будет возможность и время для того, чтобы отдохнуть и собраться с мыслями. Сейчас мы будем смотреть с вами Cyber Legacy против Virtus.pro. И вообще, сегодня насыщенный день, целых три было три. Кто-нибудь когда-нибудь помнит, что у нас было три было три за день на париматче? Ну, за вчера. Черт. Ну, я, да, я пропускал, у меня были свои дела. Пау. Пау, пау. Давайте, раз уж с Virtus.pro мы миллиард раз уже разбирались, давайте разберемся с Cyber Legacy, потому что, на самом деле, логотипы похожи. Такое ощущение, что они взяты просто буквально из одного и того же места, потому что, ну, вот, если да, посмотришь, сейчас Серега посмотрит. Анализ логотипов, Серег? Животные. Спасибо, Серега. Пожалуйста. Именно для этого мы тебя и приглашаем в студию. Спасибо. Дмитрий, как вам коллектив Cyber Legacy, потому что достаточно давно мы их не видели. Они слабые. Вот просто вот так вот, да? Да. Почему? Вопрос только один. Кто слабее, Spirit или Cyber Legacy? Угу. Угу. Почему? Ты не видел их игры? Нет, я видел их игры. Когда ты видел их игры? Когда ты видел их игры? Две недели назад. Две недели назад. Да. Пошло две недели. Нет, может быть, они чему-то научились, но, честно говоря, они пока стабильно идут вниз. Прошлые матчи показывают, что у них все прохладно, и, скорее всего, там очень скоро будут замены, потому что врыв Чапи, он, ну, ровным счетом не изменил ничего. Я бы сказал, даже они стали играть похуже. С петушарь и команда выступала поярче. Да. Поэтому, что еще сказать? Они просто слабые. Но у них же есть еще полубокс, который достаточно серьезно выступал. Мы, кстати, опять же помним его выступление в рамках прематч-лиги первого сезона на ланах. И он в плей-оффе... Что такое? Нет, продолжай, продолжай. Он достаточно выглядел. Тебе не кажется, что... Когда? Что ты душишь-то так? Ну, когда он? Ну, я не... Я могу сказать, что и я когда-то хорошо выступал, знаешь, дважды в гранд-финале интабл. А кому это интересно? И кому интересно, что там было когда-то? Мы говорим о том, что сейчас. И сейчас они слабы. То есть сейчас по результатам... Да, сейчас по результатам они, ну, во-первых, так себе пикают там какие-то. Энигмы сложные иногда появляются. Они так себе играют. Их очень легко развалить. И, на мой взгляд, у них вообще нет шансов против Virtus.pro. И если Virtus.pro будут играть хотя бы в полсилы. Хорошо. Если вспомнить вчерашних Virtus.pro, если хотя бы одна карта, которую они могут отдать, в принципе, сегодня. То есть будет у нас полноценная БВ-3 или это Салатница 2-0. Ну, если Virtus.pro будут играть так, как вчера, ну, именно в полную силу, собранной и с хорошими драфтами, там, без всяких тестов, то, ну, Virtus.pro должны закрывать. В CyberLagos команда... Команда с огромным пулом персонажей. Вот они любят каждый раз что-то новое носить. Они одни из первых в СНГ пробовали вот эту стратегию через Оракла и Плюс Тролля. Потом Элдер Титан у них заходил еще до... как раз-таки вот этого Tag of War, который прошел в недавнем времени. Но вот эти персонажи, их очень часто как бы реализация подводит, потому что огромный пул стратегии, огромный пул связок, и парни очень часто не до конца понимают, что нужно как раз вот с этим огромным пулом нестандартных персонажей делать. И поэтому у них просто не получается реализовать то, что они на драфтере. Пока мы просто видим, здесь совершенно дефолтные баны. ВП не намерены, видимо, сегодня развлекаться. В основном случае по первым трем банам так не выглядит. На CyberLagos можно видеть, ну, именно хорошие драфты. Там и Марс может заезжать, и Хускар, и Гуэлдер Титан, и вот эти связки под Оракла. У них все есть. Они вот играют абсолютно всем. Я уже, ну, всех практически персонажей видел. Слардар и аппарат. Ну, все, что в мете. Все, что в мете, все играется. Все пробуется, все тренируется. Но, гуд, реализация, она периодически подводит. Может, где-то загул. Может, где-то там просто вроде у тебя сильный лайн, и ты его заливаешь, и из этого все вот по капелькам. Это все складывается в поражение. Разговаривали, когда мы с Куманом в рамках как раз Mad Moon приезжали в Киев. И он говорил о том, что есть герои, просто в которых он совершенно непривычен играть. Кроме этого, они ему просто не нравятся. А в пуле, соответственно, нужно иметь больше героев, чем там 3-4. Он говорил конкретно о тролле о том, что он по привычке старый ультимейт вообще нажимает, когда он разгонял всей команде. И надо просто нажимать его было прям при въезде в тимфайт. И у него бывает, когда он просто нажимает ульту прям сразу, как только приходит в драку. Возможно, ему сейчас нужно как раз подавать побольше героев, которыми он непривычно играет, и которым ему не хочется использовать таких объемов для того, чтобы натренироваться сейчас, пока есть время. Но пока мы видим Марса с Рубиком. Там Рубик для Зайца, кстати. Достаточно редко мы видим сейчас Рубеса. К сожалению, среди тир-1 уровня пикует его не так часто. Мы тут обсуждали. Говорит, если не знаешь, кого брать, бери Рубеса. Потому что он всегда будет полезен. Плюс-минус. Потому что он тебе и вначале на лайне неплохо мешает. Если на четверку приходит к твоему керри, мешает добивать то, что фейтболт неплохо снимает. Ну и какое-нибудь полезное заклинание ты всегда можешь своровать. Ну оно должно быть, потому что очень редко бывает, когда там все с бесполезными пламями бегут. Ну сейчас, если у твоей тройки нету спала, которая может добивать ранджевика, берешь себе четверку, которая должна добивать. Да, просто фейтболтом добиваешь. Это на первых пачках очень приятно. Ну и Чен. Кстати, вчера вы Чена очень сильно не любили. Сатирчик. Сатирчик. Сатирчик опять. То есть все еще такое же бесполезное, или просто под него надо намирать что-то интересное? Кстати, нет, просто вчера он был взят вместе с Валхимиком. И там, в принципе, команда состояла из пяти героев, которые хотят зайти в лес и пофармить. Соответственно, их было слишком много. То есть, условно говоря, не было какой-то бабки, которая может с одним сапогом закинуть печеньку, дать хороший ультимейт, там потом еще выстрелить с дробышей и нанести кучу урона. Такого героя не было. Поэтому если они не будут жадничать, то есть вариант, что Чен зайдет. Там Чена Шейкер был вот этот. И в такой стратегии нужно 3-1-1 играть, перестраиваться на такой лайнап. Тебе нужно брать супер-универсального персонажа из серии Бэтрайдера и серии Дарксира, ставить его в оффлейн, чтобы он там, ну, классический, когда вот эти персонажи, они могут стоять против двух героев довольно-таки легко. И они пускай там развлекают. А ты Ченом и Шейкером двумя слабыми суппортами просто идешь к своей первой позиции и триплой даешь даблу полностью, чтобы твоя первая позиция добивала там всех крипов. И ты как раз-таки леса там подфармливаешь, и Шейкер у тебя хорошо ромит между твоей легкой линией, и мидом там может помогать. И вот это вот, это рабочая нормальная страта. Когда у тебя Шейкер уходит на один лайн, Чен уходит на второй лайн, это два супер бесполезных суппорта вначале. Ну ладно, Чен еще куда не шло, но Шейкер это просто парень, который не может ничего. Он намного лучше поигре, нежели на лайнинге, да. Это та самая четверочка, я тут постою до шестого левела там, или до третьего, или до сапога. Те самые пабовые. Да, те самые пабовые. Ну вот, и то, что Дима сказал как раз, эти два суппорта, они не могут отбить нападение на лес. Вот когда против тебя играют жесткие нюкеры, когда тебя просто идут и давят, да, у каждого героя противника есть по два там, а то и три заклинания, и к тебе заходят в лес, выгоняют алхимик как раз-таки за стаков, и у тебя Чен и Шейкер. Ну просто они не могут физически отбить нападение на алхимиков. Короче, признаны дееспособными. Понял, понял. Чендерс у нас сверху от Virtus Pro, любят они этого героя. Сейчас, видимо, это пятерка будет для них, потому что тройка-четверка открыты, так что все по дефолту для соло. А тут у Enchantress, опять же, Cyber Legacy сами забанили аппарата, поэтому блочить хил невозможно. Опять же, старое доброе, ну, противодействие Enchantress против Чена, противостояние такое. Да, переманивание друг друга крипов бесконечное. Но только у Enchi еще баф есть нормально. Раньше было такое, что у Enchi не было импетусов, они были только на шестом уровне, да, и Чен был очень сильным, он там мог вообще на первом левеле взять сатира, и потом какой-нибудь еще, ну, в общем, третий левел, у него было уже два крутых крипа, и даже если Enchi переманивала одно, он просто переманивала обратно и убивала ничего. А сейчас уже все изменилось. Сейчас уже Enchi и импетусами наваливает, вот, и Чен не берет таких сильных крипов. И Enchantress может брать самого сильного крипа, и Чен не может. Поэтому здесь Enchi смотрится поярче. При этом она и в лейте как-то смотрится покруче, за счет того, что импетусами она рано или поздно начнет наваливать дай боже. Ну, Cyber Legacy на самом деле симпатична. Вот у них, знаешь, такой дефолт вырисовывается, старые добрые вот эти вот стратегии. У тебя пак на меди стоит, хороший ромер у тебя есть в лице там F-Spirit'а, и Чен. Ну, как бы F-Spirit может двигаться, вот опять же, вот этот реплайн, если создать под какую-то хорошую первую позицию, у тебя все неплохо. У тебя на меди стоит герой с эскейпом, которого не так легко загангать, у тебя будет этот F-Spirit, который на мидл может прийти с паком, там легко убивается, на легкую линию там приходишь с Ченом, как раз помогаешь. Ну, пока эта тройка неплохая на баланс, это классик. И видно, что Cyber Legacy даже не думают идти фармить, у них чистая агрессия, то есть Паклес точно не будет фармить, там, ну, рады, что потом подфармливать, а Р-Spirit просто будет кого-то въезжать, Чену тоже желательно въехать, и от всего этого нужно просто отбиться. Но при этом всем Virtus.pro достаточно рано открывает Куменовского Паэлла сейчас, потому что его любимых героев. Ну, после манта он здесь кайфует. Ему после манта нужно что-либо сделать. Сверху у Cyber Legacy есть два пика для того, чтобы с ним справиться. Ну, знаешь, это, возможно, это выход Слена, того самого, которого я ненавижу, но здесь есть пак. С паком Слен может. Virtus.pro закрывающий, поэтому они показали как раз первую позицию. Ну, смысл, они очень редко оставляют первую позицию прям до 22-го, мидера, вот на 22-й. Потому что как раз оппонент его мидера не показал, и когда у тебя закрывающий пик есть, ты вот его берешь как раз. Underlord. Это пак... Да нет, это все еще тройка Underlord, судя по всему. Ну да, тройка Underlord, пак Middle. Ну, в принципе, да, все, что мы и говорили. И первая позиция остается в Cyber Legacy. Ну, Virtus.pro закроют. Против пака у них герои уже будет. Сейчас они подумают. Ну, будем честны, пака сложно прям вот взять и закрыть. Ну да, просто обычно стоишь противника. Ну, просто стоит, да, кидает, там, кидает арбы или там спамит рифты, и в итоге забирает руны. Там Парасасин какая-нибудь, которая сейчас, кстати, по-моему, не проигрывала. Ну, жадновато будет. Жадновато будет. Она не убивает пака. Пак очень сильный. Так ей не надо. Она будет жадная. Лучше взять что-то, что прям вот... Ну, можно, конечно, и пожадничать, то есть как бы... Не вопрос, но лучше подстраховаться, следить кого-то, кто будет драться, пока лайнсер будет фармить. Из того, что мы увидели от Virtus.pro на протяжении, например, вчерашнего дня достаточно жадно пикали в UberLate. Ну, выигрывали, понятное дело, намного быстрее, чем их драфт раскрывался, потому что просто противник был слабее. И мне кажется, что VP просто проще пикать в Late для того, чтобы всегда себе его засекюрить. Если ты где-то наошибался в медгейме, порофлил там налево-направо, где-то неправильно нажал с пылы, где-то неправильно передвигался. И, кстати, это ДК, видимо, от Virtus.pro они забанили МК. Ну, то есть понятное дело, что они еще увидят сейчас, что будет у Cyber Legacy на Last Peak, но выглядит как ДК. Не было бы Кунка в бане, Virtus.pro кунку бы забрали, но закрываю еще для нольчика. Кунка в бане. Ну, просто ДК шикарен с точки зрения ловли любого, потому что у него инстастан по факту. У нас всего, насколько я помню, два инстастана таких жестких. Это шейкеровские, хаслэм и в отсутствии анимации. Он против пака очень хорошо стоит. Так вот я об этом и говорю, что он реально хорошо пичит. И в лейте он вообще огонь. Он и замедляет, и дамажит, и станет. И фантомка его не особо пробивает. Прям классика-классика у Cyber Legacy. Ну что, ДК? Какие-то другие варианты? И просто всю игру бегай в Phantom Assassin и закидывай стан. Ну, либо в пака. Ну, лучше в лейте прям в Phantom Assassin. Окей. Ну, просто у фантомки появится БКБ, а у пака нет. Да, а потом БКБ будет 5 секунд. Нажал БКБ, 5 секунд, закончился. Просто всю игру до конца кидаешь в нее стан, телекинез, копье Марса, и она из контроля просто... Ну, Аута 2. Либо ты берешь ДК и живешь очень круто против пака ее спирита, либо ты берешь Рейзера и играешь против одной фантомки. Ну, дальше по игре, да? Потому что ты к ней будешь присасываться. Дополнительных коров хороших, которые бьют с руки у Cyber Legacy нет. А блинка не проблема, да? Ну, она к тебе блинканется, и ты присасываешься. Окей. Морфлинг для ВП. Пожадничали. Я говорил о том, что они любят грит последние два дня. Ну вот, они играли с Тролль плюс Фантомка. Фантомка, да. С этими персонажами, поэтому... Там такой матч был. Да, да. Будем надеяться, что здесь он будет посильнее. Ну что, если убрать вот клан теги, игроков, все остальное, чей драфт вам больше нравится? Ну, жадный. Ну, в Морф с Ланцером они сотрут эту Фантомку в порошок. Ну, скорее всего, Виртус Про должны будут продержаться, да, да, по определенному времени. Ну, там... Те герои не запушат. Фантомка тоже очень как бы долго фармит и очень долго тебе на рампу заходит. Я на Виртус Про. На Фантомыча. На Фантомыча. У тебя на... Ассасин. Нет, Фантом Ланцера. Фантом Ланцера. Да. Ты нас сейчас крепко запутал, конечно. В общем, пик слева, пик Виртус Про. Давайте посмотрим, что думает об этом наш партнер Париматч. 5.55 на Собер Легасе 1.12. Напомню, друзья, что под трансляцией находится баннер, перейдя на который вы можете зарегистрироваться на Париматч и получить стопроцентный бонус к первому депозиту. А у нас кто еще? Ребята, комментирую, это именно адекват вместе с Марталисом. Парни, как вам драфты? Да, отличные драфты. Отличные драфты. Фантом Ассасин против Фантом Ланцера. Посмотрим, кто окажется сильнее. У нас так вот получилось то, что и Пришоу, и студия-аналитика немножечко понизила градус напряжения между двумя этими командами, сказав о том, что Собер Легасе ну, команда уровнем очень низкого, да, и играют они сейчас очень хорошо. Вообще, вот абсолютно неправда. Я могу сказать, что по последним результатам... Не, неправда, что мы так говорили на Пришоу. А, на Пришоу так не говорили. Но на аналитике точно говорили. На Пришоу я слышал поменьше. Как бы там ни было, друзья, Собер Легасе были в одной карте от попадания на минор. Они с Фарзами сыграли 3-2 в том самом финальном крутом матче, где Собер Легасе вели вообще 2-0. И если вспомнить те квалификации на минор и на мажор, там были отжаты карты у таких команд, как Нави, у Гамбит. Да, серии выигрывать не получалось, но Собер Легасе получалось зацепиться за серию хотя бы, да, создавать какую-то интригу. Поэтому, может быть, не так все плохо. Но если говорить конкретно о том, что происходит на этой лиге, то пока, да, два поражения, одна выигранная карта. И ситуация, конечно, может быть не самая хорошая. И противник сейчас очень сильный, Virtus.pro. И мы, опять-таки, понятия не имеем, с каким настроем ребята из ВП будут подходить к этому матчу. Вчера нам как раз-таки Заур говорил о том, что как-то вот наслаблено. Настрой ВП — это самое важное сейчас. Потому что, с одной стороны, у Собер Легасе настрой запредельный. Они понимают, что за карты нужно цепляться. ВП не непобедимы. ВП, учитывая, что они играют на максимум, тем более они непобедимы. И этим нужно пользоваться. ВП можно обыгрывать. Ну, посмелее просто хочется, чтобы команды против ВП играли. А то такое чувство, что периодически выходят против них играть, руки затряслись, и ты уже не знаешь, что делать. Ничего сверхъестественного там нет. Там можно побеждать. При желании все это делается. И Сайвер Легасе, надеюсь, что драфт свой обдумали хорошо и считают, что он все-таки сумеет. Ну, вот в Лейте там страшно за них, если честно. Если заглядывать вперед. Супер дикий Виртус Про. Ну, давайте вспомним, что происходило примерно с таким же драфтом Виртус Про против коллектива Flight of Moon. Это был Нуван на морфинге в центр. Помним, что сказал во вчерашнем интервью Куман. Он сказал, ну, нам было тяжело. Напомню, что там очень сильно Flight of Moon лидировали по карте. Они доминировали над Виртус Про первые там минут 30. Потом случился тот самый камбэк. И, конечно, морфинг с другим Керри справились. Но в целом у Нувану было тяжело. Тяжело было и Керри команде Виртус Про. Таким жадным пиком. За такой жадный пик команда соперника может наказать Flight of Moon. Это демонстрировали. Ну вот, получится ли это у Cyber Legacy? Вопрос уже, конечно, другой. Поглядим. Может быть, действительно, все будет хорошо. Есть отличные суппорты Чен и Роспирит, с которыми можно, в принципе, стадию лейнинга выигрывать. Это очень важно. Потому что вчера ВП показали, как можно выиграть лейнинг стадию за секунд 40. Игра закончилась примерно в это же время. Но я думаю, Cyber Legacy ошибок повторять не будут. Вот так улетает Phantom Assassin наверх, естественно, благодаря Чену. И Заяц сразу получает много урона. Интересно, что они втроем и шли вниз. Цель непонятна. Хотели, видимо, забрать две баунти-руны. Твердо забрали всего одну. Эта перетяжка Phantom Assassin вниз оказалась не очень успешной. Три баунти за Виртус Про в начале. В общем, да. Начало чуть получше у Виртус Про, естественно, будет. Ну, Resolution на фирменном Марсе уже отрабатывает. Чувствуется, что дают ему практиковать этого персонажа на официалках. Чтобы с Марсом проблем потом на мажоре, естественно, не было. Чтобы капитально Resolution приходил на оффлейн, разваливал. Ну и у Марса, в принципе, мы по паре матч-лиги видим довольно часто. У нас и ребята из Force демонстрируют неоднократно этого героя в купе с Snapfire на линии. Они хорошо стоят. Здесь мы видим с Рубиком тоже линия очень-очень хорошая. Здесь подставится Phantom, подставится Чен, можно спокойно убивать. Ну, часто, я думаю, это мягко сказано. Чуть ли не в каждой игре он появляется. Особенно Добласный Fire плюс Марс нынче рабочая. Рубик, как ты правильно отметил, с этим героем тоже работают. И Phantom Assassin может быть здесь не просто. Чен, саппорт, который, во-первых, не всегда на линии находится. Ну и, соответственно, осложняет таким образом жизнь своему кэрри. Он дается, кажется, сделать выполз. Зайца, да, очень хорошо. Линию сейчас сломает и никак не может помешать Чен этому событию. И Плантимос последних крипов под вышки добивает. Сейчас приходится переходить куда-то вот на линию. Ну да, скажем, не на линию, не на сторону даже, а просто поближе к таверу Virtus.pro, что, конечно, им на руку будет. Хороший мув от Зайца. Двух крипов спулил, и все получилось для Торова. Правда, Resolution здесь мог крипов подержать, на самом деле, чтобы они от вышки не умирали. Это было бы прям намного круче. Но он был занят тем, что нейтралов избивал. Ну окей, пока мы видим по старту крип, статы команды Virtus.pro хорошие. Но в центре проблемы против Пикачо вообще не чувствует никаких. 9 на 4, у Пака 4 на 2, друзья. А Пак хочет доминировать на линии или просто присутствует, интересно? Нет, хотеть-то точно хочет. Не всегда просто получаться будет. Здесь на Соло нападение Соло выживает, у него много регена. Все в порядке. Куман пока крипстат имеет вообще лучший. И так смотришь, опять УВП на всех линиях с первой минуты все нормально. Да более чем нормально. Да, 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 Underlord подфармливает меньше, естественно. Пошли импетусы. Обновленный Enchantress, импетусы подороже стали. Теперь особо не покидаешь им, конечно, налево-направо. Так, ты инчай имбай, это известно. Статистику как раз привозили, по-моему, в одном из прешоу или постшоу. Вот я уж не помню. Говорили о том, что Enchantress на этой лиге один из самых популярных героев в плане пиков и банок, если я не ошибаюсь. Да и в целом, даже по патчу такая информация. Банится сейчас чаще, по-моему, чем пикается. Нам с тобой вообще не везло, по-моему, комментировать Enchantress за три дня или максимум одна карта была. А вот банится она регулярно. Да, мы пофиксили и понятно. Понятно, почему таких героев фиксят, естественно. Ну вот Слардер пока, обратно, не видно после патча. Снофайр в этом матче тоже не оказался. Банны просмотрел, скорее всего, банни просто была, да, герой? Я не думаю, чтобы вы игнорировали, если бы не забанили. Не помню, честно говоря, баны. Можете поправить меня в чате, друзья, если вы внимательно наблюдали. Внимательнее, чем я, как минимум. Забрасывает, конечно, здесь Чапи. Старается за счет своего дождя забрать побольшую часть, большую часть крипов с этой пачки. С Денайт что-то. Денайт получается у Андерлорда. Два крипа только. Крайне так много. Коммен. Здесь пострадать он может, кстати, больно. Толкает его Биггнум. Здорово. Биггнум хорошо сыграл. Импетус спин. Ох ты, а там у Андерлорда здоровья очень мало оставалось. После этого Импетуса Хилинг Сел в Чапи будет восстанавливаться, пока первая кровь не была пролита. Главное, что осталось. Здоровье. Иреген у него тоже был. Здесь, конечно, вот этой дабле у Сайбер Легаси видно, что очень тяжело. Постоянно еще стики заряжаются у ребят слева, которые заряжает, соответственно, Фантом Ассасин, когда пытается своими даггерами добивать крипов. Ну и зарядил стики. Марс спокойненько тебя харасит своими нюками, затем восстанавливает ману и продолжает это делать постоянно. Тысяча преимущества на Лейнге. Сейчас четвертой минуте от команды Virtus.pro. По-прежнему удерживает топовые крипстаты. Суть по всему, команду Сайбер Легаси полностью устраивает. Ну, возможно, будем все-таки какую-то активность ожидать от, в первую очередь, Бигнума. Вот он как раз перетягивается. Его стянул Чен сюда. И атака на Зайца. Не обещался успехом. Фейтболт на развороте по троим. Максимальный импакт еще и крипов зацепило. Но и вот эта перетяжка не сработала. И вынужден, вынужден Бигнума возвращаться вновь вниз. Может быть, будет атаковать соло. Пока даже и не планирует. Но пока Outer Spirit не получается найти себя на карте. Выполняет роль просто такого лейн-саппорта с возможными какими-то перетяжками на другую линию. Но мы видим пока безуспешно. Вообще, Чен и какой-нибудь активный роумер. Это прям имба-связка для макроигры, для внезапных нападений, для численного большинства. И здорово, когда у команды это получается реализовывать. И грустно, когда не получается, соответственно. Пока не получается. Пятая минута. Контроль рун. Бигнум здесь хорошо законтролил. Две баунти будут передлежать команде Cyber Legacy. Где также будут забирать ребята из Virtus.pro. В этот раз вровень. Чапи вынужден улетать. Пострадать, так как соло уже был близко. Но улетать недалеко. От Т1. И Солуринг себе несет. Ну, теперь попроще будет немного. Потому что и мана будет, и нюк можно постоянно заряжать. И, может быть, где-то даже PL мешать. Потому что нюк на высоком левеле приличное количество урона наносит. А PL милишник. Подходить к репам сложнее становится. Ну, со своей стороны Phantom Laser тоже рейсбендами обрастет. Там, да, статов много. В принципе, выживаемость хорошая. Можно и под дождем фармить. Перусы снова. Завоевывает. Аванпост у нас с Биггнум пока снизу. Ну, мало ли что. Вдруг какие-то ТПшки, там, атака того же, да. Может придумать какую-то атаку. Солуп старается от зони с Биггнум, наверное, перехватить опять свой аванпост под свой же контроль. Так, а вот здесь интересно. Регенерация. Биггнум уже использовал. Уход свой, да, и эскейп, и просто вылетел. Укатился. Роллинг болтер. Так, тысяча. Все остается преимущество команды Virtus.pro. Все еще по героям, видим, core персонажам в первую очередь. Вообще все замечательно. Фарм идет. Ну, и мы говорили о том, что вот при отличном старте команды Virtus.pro в лейте, скорее всего, шансов в Сайберлигасе будет маловато. Ну, лейта еще далековато, поэтому стадия early game продолжает. Там еще будет мидгейм, где что-то смогут придумать в Сайберлигасе. Надежда, опять-таки, на фантомку. Не знаю, как будет раскачиваться. Скорее всего, будет какая-то классическая сборка в виде Battle Fury, БКБ, там, изолятора, да, чтобы пробивать соперника. Отметим, что обязательно в Сайберлигасе нужно что-то придумать с контролем, да, потому что ловить лансера, морфлинга, это задача не из простых, прямо скажем. Герои такие с эскейпом, с уходом, внезапным, внезапным приходом, если надо там напасть на соперника. Коэффициенты аналогичны от нашего партнера париматч. Такие же, как были на победителя в серии, 1.12, Virtus.pro, 5.55, Cyber Legacy. Ну, абсолютно не радужные, конечно, цифры для последних, но не безнадежные, так скажем. Можно еще здесь повоевать, побороться, это не 1.01. Пока все плохо у оффлейнера. Вроде смотрели, да, добивал Underlord, по факту всего полторы тысячи, и беда, это на самом деле очень мало. Да, лансер просто вдвое больше имеет. Да ладно, лансер, Марс больше почти имеет. Ну, пока прям, вот, проблем конкретно на линиях, ребята из Cyber Legacy создать не смогли. Ну, вот, давайте просто примем это как факт. Ну, нет проблем у Virtus.pro сейчас. Есть ли проблемы у Cyber Legacy? Есть. Если мы учитываем фармкор героев, они отстают где-то вот 2-3 сотни, да, где-то больше. От, собственно, таких же конкурентных рарлей вражеской команды. Поэтому в ожидании, в ожидании, друзья, что будет происходить дальше. Пока все очень, очень даже неспешно развивается. 0-0, у нас по-прежнему никто не погибал. Вот сейчас первая атака, ставится арена, пытается забрать Чена. Чен погибает. Первое убийство забирает теперь ребята из Virtus.pro. Телекиней, Зайц пытается уйти. Полантимос с Бигнумом до конца в погоню. Видимо, погоня на этом и закончится. Просто фраг, просто реализованная арена. Перетяжка тем временем, кстати говоря, от Соло. Так, ну, полантимос забрать будет трудно. Импетус, конечно, полетел в спину. Таких импетусов штук 6-7 надо будет зарядить. Что-то маловероятно, конечно. Но Соло еще погоняет, погоняет полантимос. Куда-то прям под вышку туда. Копье ему закинул. И вот правильно ты сказал, ФБ. ФБ на девятой минуте. Это очень поздно. Очень поздно, особенно учитывая пик ВП. Ну, в том плане, что против них хотелось бы делать убийство как можно раньше, как можно больше. А у них сейчас смертей нет. У них два кэри на первых местах. И что вообще с ними делать? Соло вот затерялся только. В чужом лесу. Его там поймали, убили. Полантимос зарабатывает себе убийство. Неплохо. В это время он в центре пушил вышку. Довольно серьезно пробил. Тавер. Хотя сам по себе морфинг, конечно, таким хорошим пушером-то и не является вовсе. Но если дают свободную линию, если никто тебе не мешает, почему бы и не пробить? Да, ну тут потом на полном фарме, в свободном фарме, в безудержном фарме просто. Куман. Ну, может опять такая ситуация произойти с Зауром, что вот он в доту-то и не поиграет особо. Команда за него игру выиграет, а он крипов побьет. Как было неоднократно уже в матчах Virtus.pro на этой лиге. Надо тренироваться и это делать. Я думаю, Куман умеет. Крипов. Хочется представить, как Куман умеет в средних матчапах, когда все, в принципе, на равных, выигрывать игры. Ну, давай так. У них было много матчей в первые дни, которые мы смотрели, где ВП как будто специально давали инициативу. Так, ребят, вот пять тысячонок отдадим, давайте попробуем отыграться. Потом десять отдадим, тоже попробуем отыграться. И пятнадцать ведь тоже отыграли в одной из карт, а здесь пытаются сражаться. Причем сражаются-то в меньшинстве, теряют уже Рубика. Резолюшн ставит арену, пытаются разменяться и получается. Правда, замедление получает Плантимоса или Зориор. Надо добивать. Затопивающего урона. И баунтиру, ну кто забирает, забирает Резолюшн перед своей смертью. Неплохо сыграно. Так, ну в итоге, кстати говоря, ванпост перехватить, насколько я понимаю, Virtus.pro не успели. Поэтому экспу на 10-й минуте получили обе команды. И в результате еще и размен состоялся не самый хороший для Virtus.pro. Но вот кое-что, кое-что уже у Cyber Legacy получилось. Удачная драка. Большую часть баунтируна, по-моему, забрали. Да, Пикачу там вот один вражеский баунти забрал. Как снизу было, я проглядел. К сожалению, у нас табличка великолепная есть. Во, даже три баунтируна Сайбер Легаси. Слушай, размен хороший, экспу получили. Три баунтируна забрали. Нормально? Нормально. Ну, понятно, что в это время фармит Морфлинг, фармит Фантом Лантер. Это не нормально для команды Cyber Legacy. В остальном хорошо. Тут нужно как можно быстрее Фантомки именно слоты получать. Потому что ПЛ со своими условными диффузами плюс Монта Стайл уже сможет подключаться. К команде сможет драться. Фантом Ассасин желательно к этому моменту иметь, что там Battle Fury все-таки покупают. Здесь, наверное, без этого никак. Честно говоря, даже не знаю, какая альтернатива-то есть. Дизоль быстро купить? Бывается, опять. Но это все равно потом скажется очень сильно. Когда иллюзии будут просто плотными очень. Мы уже смотрели тоже такую игру не так давно. По-моему, на другой лиге. Но сам факт, что там был Рики против Фантом Лантера. И мы тоже ждали, что вот сейчас, наверное, увидим Battle Fury. А он забил на это дело. Монта Стайл Диффьюжел Блэйд. И все, у тебя нет возможности с иллюзиями справляться. Ты проигрываешь игру спустя там еще пару минут. Для меня, когда Рики покупает что-то не то, это прям как серпом по... В общем, очень люблю эти вспоминания. Вот эти, да. Это была ужасная игра. Так, над сиренем Dreamcoil на Enchantress. Сеточка. Маловато, конечно. Вот так выходить, убивать только НЧУ. Это устраивает ВП. Хочется, чтобы побольше делали на Cyber Legacy. Но вот сейчас главное, чтобы сами людей не теряли. Там телепорт вижу. Еще одна арена. И можно наказать. Здесь команду Virtus.pro. Их здесь поменьше вроде оказывается. Да, погибает Рубик. Опять, только саппорт. Резоль бы как-то догнать. Дагера, Фантом. Нет, нет, нет. То, чем занимает сейчас Заяц вместе с Resolution. Ничто иное, как создание пространства для своих двух основных коров. Сейчас для лансера и для морфинга. Полностью принимая на себя все внимание соперника. Стягивая троих, четверых. Это, ну, конечно, окупится в поздней стадии игры. Естественно. То, что погибает там Рубик. Ну, Enchantress, понятно. Просто снизу погибло. Где-то размен Марса с кем-то происходит. Это все, конечно, в будущем Virtus.pro только в плюс будет. Вот видите, Resolution просто гуляет в чужом лесу. Он таким образом просто привлекает к себе внимание. Говорит, ребят, вот я здесь. Здесь даже по Центрикам. Правда, не знаю, что там Центрик есть, но на всякий. Нападайте на меня. Вдвоем вы, скорее всего, меня не убьете. Втроем придется время потратить. А у нас лансер и морфинг на фрикаче. Скоро вас навестят. Ну, 4000 преимуществ остается в Virtus.pro. Хотя по фрагам, конечно, чуть больше нас убивают в Cyber Legacy. Соло высвобождают нижнюю линию в очередной раз, чтобы он здесь пофармил. Ну, снова его могут здесь убить, безусловно. Опять Dreamcoil, опять нападают той же парой. В этот раз Соло живет подольше и выживает вовсе. Морфинг на сейф пришел, да. Соло просто хотят, чтобы он Доминатор купил. С дополнительной аурой, с дополнительным крипом. В принципе, интересное решение. Ну, где-то вот, может быть, готовят уже совместное предприятие, ребята, из Virtus.pro. Выход куда-то, там, Тир-2 покоцать, что-то подобное. Простецкая легкая игра для Virtus.pro получается, из-за того, что я вижу. Идея нужна от Cyber Legacy. Нужна Фантомка. Дайте нам Фантомку. Что с Фантомкой? Как дела у Palantymos? Демонедж есть. Окей, это выход БФ все-таки. Ну, с БФом, как минимум, Palantymos будет здорово фармить. Может быть, не хуже, чем Фантом Лансер, да. Потому что у тебя хорошая мобильность, ты прыгаешь с одного спауна крипов на другой. С БФом ты защищаешь очень быстро пачку крипов. Лейнинг крипов тоже, да, можно быстро забирать. Главное, успеть купить, пока Palantymos пару-тройку тысяч не оторвался. Потому что мы уже видим разницу почти полторы. И она может возрасти до появления БФ. И потом, наверное, ну, Фантом Ассасин будет, безусловно, фармить быстрее, чем сейчас. Но насчет сокращения разницы, не знаю. Все-таки не антимаг, как ни крути. Ну, фарм все равно будет быстрее, очевидно. Слушай, интересным моментом, ПАК делает себе, кстати говоря, Дезолятор. Намекая нам на том, что Дезолятор, возможно, не будет от Фантомки. То есть ПАК где-то в будущем. Ну, сам дэмэдж-дилер с определенными талантами, естественно. С улучшенным Дримкоилом. Скорее всего, придется купить Аганин для того, чтобы все-таки лучше контролить соперника в драке. Palantymos, наверное, БФ, БКБ. Мне нравится, мне нравится, на самом деле, такой выбор. Там дальше БКБ, затем какой-нибудь Башер и Беселблейд. Опять против мобильных коров дополнительный контроль. Опять какая-то дополнительная выживаемость. Но Дезолис и будет на команду, какая разница, у кого он. Нападение Фантома Ансер, там использовал Доплгангер. Я уже вижу, что Коман все-таки ушел, да, из-под этой атаки. Втроем пытались сцепить Сайбер Легаси. Не получилось. Ответный атак от команды Virtus.pro. Видят они Чена, ставят все-таки аренду резолюшна. Долго думал ставить, не ставить, не поставить. Надежный фраг один сделать. Поработать еще можно по сомонам Чена. Хотя драка еще может и продолжиться. Да, Чен выхиливает неплохо. Резолюшн долго бьет этого Чена. Чен здорово себя защитил за счет лечения. Сайленс дальше по Марсу. Марса никто не страхует у команды Virtus.pro. И, похоже, два фрага для Сайбер Легаси. Да, да. Ну, хорошо. Ну, обрати внимание, ВП-то втроем играют. Вот просто втроем. Мы двух других героев вообще не видим. У Сайбер Легаси постоянно 3-4, даже 5 персонажей готовы, если что, где-то наказать наглых игроков ВП. Но остальные-то двое ВП не дерутся. Пока. И вроде мы можем отмечать какие-то плюсы. И 7-2 счет. Но это все потому, что действительно пока у ВП два героя еще не начали играть. Посмотрим, как будут отбиваться Сайбер Легаси, как будут нападать, возможно, даже когда появится морфинка из Aerial Blade, а фантом-лансера Яша и Difficial Blades. Потому что, мне кажется, с этими артефактами ВП уже будут в полном составе действовать. Еще вот немного подождать надо. Ну, буквально пару минут. Я смотрю, совсем чуть артефакт... Чуть денег не хватает на эти айтемы. Вот он-то Файнц приобретает себе у нас Чапи. Хорошо. Я уже не первый раз, кстати говоря, наблюдаю, что вот он с лопатой выкапывает баунтируну. Вот не первый раз. Точно второй. Может, даже и чаще ему срабатывало такой блокерок. Тримкоил. Здорово. А Морфлинга? Нет. Хотя врываются дальше. Айр Спирит. Уже убили Рубика. Там пытаются Резоль помочь. Ну и Куман. Вот. Куман вместе с Ноуаном пришли. И это уже совсем другой разговор. Чапи. Нужно бежать. Остались здесь в четвером ВП. Но они пойдут, судя по всему, и дальше. Площа Ноуан. Неплохо. Арена ставится. И Чапи тоже без шансов погибает. Вот, пожалуйста. А вот два Кора, которые фармили 16 минут. Совсем другие файты начинаются. Но БФ появился у Фантомки. Ладно, пока может быть еще не ГГ, конечно. Да нет, конечно. Судя, Дизолятор ставит себе Плантимос. А Дизоль от Пака. Это два Дизоля. Проблема Дизолятора в том, что он, конечно, дает тебе урон. Это скорее бонус Дизолятора. Хороший урон. Немножко, кстати, переработанный Дизолятор в последнем патче был. Но не дает никаких статов, не дает никакой выживаемости. Когда ты нападаешь, ты король. Когда на тебя нападают, ты никто просто, да? И вот Фантомка просто с голом БФ. Это тысяча там сколько? Двести-триста, дай бог, здоровья. Я просто боюсь, что если дальше действительно будет Дизоль, то до БКБ можно не дожить. Потому что контроля много, там морфинг с Трелл Блейдом, он будет выключать просто Фантом Ассасин, она не будет бить. Что есть у тебя этот Дизоль, что его нет. Если ты не бьешь, это не важно. Все ситуационно, конечно. Тут зависит от того, как нападут. Может быть, на криты пропрешься, прыгнешь быстро в морфинг, и два крита, и морфинга нет, и с этого траку можно выстраивать. Ну, всякое бывает. Надо просто смотреть, как пойдут дела, когда ты Митрил Хаммер, например, возьмешь, и что будет дальше. Дальше можно уже плясать по-разному, уходить либо в один, либо в другой предмет. Хорошая опция. 7000 все временем у Виртус Про преимущество. Несмотря на то, что фрагов-то они сделали на 3 меньше, они просто выкачивают карту больше. Больше получают морфинг, и Фантом Лансер не мешают друг другу, стараются там, ты один спаун, ты одну часть карты, я другую, соответственно, забираю. И тройка героев у нас бегает, где-то умирает, где-то сражается, это абсолютно неважно, играет не влияет. Ну, и заход вот такой внезапный от Виртус Про. В три кора с Рошаном справляются. Есть понимание сейчас у Сайбер Легаси о том, чем занимает соперник. Просканировали не ту область, но очень далеко находится, и моментально сюда прийти они не смогут, и, скорее всего, это просто легкий Рошан, легкий Аегис для ВП. Да, вот Сайбер Легаси только-только к центру подходит, сейчас ты понимаешь, что они здесь никого боя дать не могут. Аккуратнее бегут. Пикачу отпушил центральный коридор, надо улетать, довольно опасно. Плантимос пытался до Тир-2 достучаться. Надо убегать. Ну вот теперь-то драться точно не хочется с Сайбер Легаси, вообще не хочется. Страшный морфинг Фантом Лансер, подкрепленный Аегисом, один из этих героев. Кто там, кстати, забрал? Подозреваю, что, наверное, морфинг, да? Вряд ли ПЛ удали. Хотя, может быть, ПЛ... Не так важно, на самом деле, абсолютно, кто это, Аегис забрал Пикачу. Смок-атака. Зайцы среагируют, а в Телекинаис можно Пикачу забрать. Или Зорер, Пикачу вылетает. Ну и под 20-ю сейчас, да, контролится Аванпост. Надо срочно телепортироваться с Сайбер Легаси в верхнюю часть карты, там захватывать свой Аванпост, чтобы получить экспо. Ну вот, видимо, два изолятора намечаются у нас, друзья, и на баке, на Фантом Ассасин. Очень рискованный, конечно, билд. Все может закончиться после одной... одного какого-то прокаста в Фантом Ассасин. Ну, надеюсь, что так не будет. Пока же ВП идут вперед, ломают Т2. На самом деле, они могут просто наказать, если увидят этот Дизоль, вот просто пойти и выиграть игру. Если он все-таки будет. Да, ситуация такая еще и с Абер Легаси. Они не могут оставлять себе деньги на байбэк в условиях, там, недостаточно финансовой активности. Мне кажется, могут еще. Да, вот это вот. Ну, кажется, еще рано. И к тому, что либо ты покупаешь Дизолятор, либо ты бегаешь Митрилхаммер и Блайтстон. Разница с Дизолятором и Митрилхаммером и Блайтстоном, она колоссальная. Просто колоссальная. Да, и тебе хочется этот артефакт взять. Но если ты его берешь, а в ближайшее время, скорее всего, будет какая-то драка, то, скорее всего, тебе не останется на байбэк. Денег не так много. Могут как-то разделить обязанности. Один герой оставит. Ну, там, или Пакли, Фантом Ассасин, другой, наоборот. Нет. Может, два Дизолятора брать? Такой интересный вопрос. Ну, тогда победят. Созвонимся, и я задам вопрос. Хорошо, хорошо. Все, тогда... Это мы регулировали. Монта ставил. Ну что, Фантом Ассасин. Поймали ли? Ну, БКБ, конечно, не будет там Дизоля. Все, забудь. Не, ну тут грамотно, мы об этом сразу сказали. Ну, чего два Дизолятора купать? Какой смысл? Два Ф1 повесьте. На минус армор. Ну и все. Фантом Ассасин никто здесь не стал как-то мешать, никто не стал ее прогонять сильно. Чапи, живи. Так, немножко урона бы кто-то помог. Резолюшн сделали бы это убийство, но нет. Дарк Риф, кажется, Заяц ворует. Опа. Пикачу ТП перед ластером. Не-не-не-не, Пикачу. Нет, это не так работает. Да, он еще и Дизолятор только что-то принес. Если бы погиб, сейчас остался без Байбека, а сверху уже падает. Тир-3. И атака на андерлоу. Очень легко. И Чапи еще легче убивают. И дальше ломают бараки. Сайбер Легаси не ожидали такого выпада от Виртуз Про. И сейчас теряют линию на ровном месте спустя несколько секунд. Худ там нажимал андерлоу. Байбека нажал просто чуть-чуть. БКБ, посмотри. Успел купить. Самый быстрый блокинг бар в этом патче на Фантом Ассасин. Очень старался Палантимос выферминить все это БКБ. Но вот прямо сейчас, друзья, потому что база-то падает. Пак прыгает без ХП. Остался очень опасно. Ставится арена под БКБшка Палантимос Морфинга. Но урона недостаточно пока. Пробивает только он лишь один. Команда падает. Команда умирает. Байбек уже был использован Трэф Спирит. Адерлоу после Байбека погибает. Палантимос заканчивается БКБ 10-секундная. Бигнум влетает дальше после Байбека. Кидает Саленсы. Кидает Камни. И улетает на базу. Пока его добить не смогли. Хорошее Копье. Пригвозили Фантомку. Морфинг из Эриал. Прыгает Фантомку. Уворачивается от Вейформ. Есть Адептив Страйк. Телли Кинезис. И все-таки минус Фантомка. Байбека нет. Гуд гейм. Болплей. 23 минуты. Закончили упражнение. Меня внушало что-то оптимизм. Если честно. После покупки БКБ. Но я не ожидал такого резкого захода от ВП. Ну честно, вообще никого оптимизма не было. Вот потому как встраивалась игра. Со стадией ленинга. Если вы отдаёте двум жадным корам. Фантом Лансеру и Морфлингу. Фри Фарм. 16 минут. На что надеяться. На то, что Фантомка всех убьёт. В какой-то, наверное, реальности. Против какой-то слабой команды. Это может сработать. Но не против Virtus.pro, друзья. Играть надо, наверное, как-то было иначе. Может по драфту что-то не получилось. Может просто вот early game как-то не устроился у команды Cyber Legacy. Но игра получилась абсолютно безинициативной. Те фраги, которые делали Cyber Legacy, они делали только... Безмысленные были. Абсолютно. Нет, только благодаря тому, что Virtus.pro сами заходили к ним. Они же сами шли в их лес. Cyber Legacy их убивали. Ну и периодически там на соло вылетали в нижние линии и всё. Но от этого толку никакого не было. В общем, пока Cyber Legacy, судя по всему, не проснулись, что-то не поняли. Ждём их во второй карте. А пока слово аналитики. Да, будем надеяться, что они ещё проснутся на самом деле. Потому что это напоминает мне вчерашний день. У нас вчера не было доты. Не было ленинг стадии. Не было интриги. У нас не было замесов. В матчах Virtus.pro против Team Spirit, понятное дело. И сейчас в Cyber Legacy, как будто бы, знаете, команды не менялись. То есть пришло ровно то же самое. Снова Virtus.pro драфтят очень гридово. И снова они заканчивают на 20+. Интересная версия. Они не проснулись. Конечно, такое может произойти, что они там всю ночь разгружали вагоны. Не смогли заснуть там и ещё что-нибудь придумать. Но есть другая версия. Они просто слабы, как я сказал-то. Ранее, там сколько, 30-40 минут прошло, они просто играют слабее. Вот и всё. То есть было очевидно, что после пика Фантомки как-то они не уловили суть игры. Потому что сначала они берут Чена, Пака, Air Spirit. И сейчас они будут наподачиваться, они будут там врываться под вышки. И потом они берут героя, которые вообще ничего не делают перед 20 минут игры. То есть она фармила БФ. Это герои, этот айтем только на разгон. Он ещё не позволяет ей эффективно сражаться в замесе. Потом ей нужно фармить БКБ. И при этом она понимает, что урона маловато. И ещё помимо БКБ и Баттлфюри, ещё желательно иметь ещё один артефакт на урон. Какой-нибудь дезолятор. По итогу, когда она нафармила БКБ, ей уже сносили сторону. Вот так вот легко и так просто. ВП взяли. Это понятно. Единственное, на которое, наверное, немножко непонятно нашим зрителям, это то, что у нас есть и в Спирит Пак. Да, и Спирит Пак — это обычно лайн, пик, который подразумевает, что на миде ты будешь доминировать, салатница будет. А там стоит Морф. А там стоит Морф, что ты ему сделаешь? Ну, типа, выгонишь его. Как? Ты тогда проиграешь другую. Он перекачивается в силу, ты уходишь. Он перекачивается обратно, за эту фласку уходит в фулл хп. А там стоит дядька, у него очень много урона, у него очень много брони. Он просто добивает каждого крипа. Если ты езжаешь арбу и не прыгаешь в эту арбу, он просто прыгает в тебя и начинает размениваться. У него больше урона, больше брони. И он в любой момент еще и перекачается, и там без шанса. И заво, и миддл, получается, залит не потому что драфт нуля, а просто потому что герой сильный. И все остальные тоже ситуации. Да, Virtus.pro просто у них, они смотрят, они по драфту прекрасно понимают, почему они такой жадный пик берут. Потому что они видят героев, которые играют против них, и они могут играть с этими жадными персонажами. У тебя стоит, у тебя вот, ну, три героя, да, которые просто ничего не делают. У тебя два активных персонажа и три супер пассивных. У тебя фандомка пассивная, да, которая фармит, но мы ее не трогаем. У тебя Чен, который ее прикрывает. Ну, вот представь линию Чен и фантомка, и про тебя приходят Рубик и Марс. Понятное дело, на этой линии будет, ребята, Марс и Рубик, они чувствуют себя просто великолепно, Марс будет фармить. На миде из того, что у тебя, ты не можешь этого морфа вообще никак прогнать, а Спирит, ну, как бы, он должен двигаться по всей карте, да, и снизу помочь Андерлорду там нормально стартануть. И потом сверху тоже, опять же, прогнать ребят, чтобы там сильно Марс с Рубиком не разгонялись. Он не может постоянно на миде тусоваться, поэтому морф стоит со своим хорошим дэмбджем фармит. Снизу абсолютно то же самое. У тебя Спирит и Андерлорд, они, у них нет ресурсов убить лансера. Он уйдет от них при любых раскладах, да. Потом пак начал двигаться там по лайнам, убивать. Там сначала Рубика убьет, потом он убьет Энчантрос, но это не те киллы, которые хотели бы делать. Тебе нужно убивать коров, а ты не можешь пробить Марс, который жестко раскачен, ты не можешь пробить морфа, который жестко раскачен, ты не можешь пробить, соответственно, и лансеры, которые жестко раскачены. Эти парни в один момент просто были топ-3 по Нетворцу, и ты там, может, по счету, они могли ввести там 15-2, убивать этих суппортов, продолжать, но все равно там преимущество за Virtus.pro, оно росло и росло там в геометрической прогрессии, поэтому тут дело времени. И Virtus.pro абсолютно оправдан на этот пик, гриди пик. Мы как раз посмотрим сейчас статистику, чтобы посмотреть, насколько же все росло и росло в случае с Virtus.pro. Мы видим то, что и по дэмэджу, ясное дело, что и по голде здесь все достаточно грустно, у CyberLegos. Virtus.pro тут наголову выше. Хотя счет, да, 9-10, в общем и целом, но hero-дэмэдж здесь, наверное, тысячу выше. Поубивали. У Зайца поубивали Солыча. Ну, молодцы. Ну, вы поимели полное право здесь под Фидоси вот немножечко. Ради бога. Если трон падает, то не у них. Это правда. Это правда. В общем, даже по Бумтосам все одинаково. То есть контроль карты от ВП был недоминирующий настолько, насколько могло бы быть. Ну и, соответственно, по корам тут все достаточно просто. Ну, единственный герой, который формил. Вот у них все нормально. Да, он оформил абсолютно так же, как Куман. Ну, плюс-минус ровный. Там даже надамажил больше по героям. Там вот в драках он принимал участие. Там больше. И всего одна смерть еще при этом всем. Одна фантомка против трех жестких коров. Против Марса, против Марфа, который там был. Очень быстро шотганом. И против Ланцера, который вот при этих двух артефактах уже пробивает. При этом всем грустно, наверное, от того, что тебе хочется брать БФ, потому что против тебя вообще фантом. Да, она супер медленно. Если бы не было Ланцера, могла бы быть история, где она покупает быстрый дезолятор, уже начинает дамажить, потом быстренько собирает Блокинг Бар, и тогда она уже начинает воевать, защищая свои бараки. Но, к сожалению, здесь был такой лайнап, что ей хочется и то собрать, и это собрать, и еще что-нибудь сверху. И в итоге ей нужно как бы и Марфа убить, и Ланцера законтреть. И это не вариант. В такой сборке, когда собираешь дезолятор, тебе должен быть еще один герой в пике — это Магнус. Это старая добрая комбинация, когда Магнус фантомка, и надеется, что Магнус даст это РП, когда тебя пойдут давить. И ты там сделаешь там трипл, квадрокилл, и с этого уже одна фантомка сможет справляться как раз с этим Ланцером, с этим Арфом. Но не в этой игре, где у тебя просто три юзлс-персонажа. Ну а тем временем стата показала 100 дэмэджа по товарам от пака. Будем надеяться, что все изменится на второй карте, потому что, ну, все-таки больше немножко хотя бы какого-то борьбы мы увидим в рамках второй карты первой БО-3 серии сегодняшнего дня.